всем приветики понимаете ли вы о чем вам говорит ваш котик давайте попробуем разобраться вот у нас есть кошка и большинстве случаев я понимаю о чем она говорит самое частное что она говорит это конечно же мяу мяу у всех же так но что значит это самое мяу все зависит от ситуации так как мы не понимаем что нам говорит наш котик то мы должны обращать внимание на то как когда и где он нам это говорит ну вот например если взять моменты из нашей жизни нашей кошки это происходит так она ходит возле туалетика и мяукает она может ходить рядом под стульями столами и при этом мяукать затем она снова возвращается к туалетику и проверяет его если он все еще полный она может начать движение как будто бы закапывает его кстати так она может делать седой то есть понюхает еда и не нравится и она закапывает ее показывает что ей это не нравится так и тут она мяукает говоря о том что туалетик полный если вы не почистить она нагадит другом месте и не стоит ее за это ругать ведь она уже давно сходила в туалетик а вы не убрали она предупреждала предупреждала вас мяукая вы все равно не убрали значит виноваты сами надо было убирать еще есть другой момент вот мы показали что в ванне можно пить воду и она теперь когда ей хочется попить воды она садится возле ванны и начинает мяукать и мы откроем ей дверь включаем воду и она ее пьет а из стаканчика ее она не хочет пить воду она хочет именно свежую то есть когда нальешь она сразу пьет а когда она чуть-чуть постоит и она уже идет к ванне просится в ванне или когда хочет кушать если например миска пустая она ходит возле нее просит и возле стола ходит и тоже смотрит на стол и мяукает ну бывает что когда она соскучила да это всегда бывает заходишь с утра на кухню она просто у нас на кухне закрыта и она уже бежит мяукает мурл ну не мурлычет нет мурлычет да сначала мяукает потом начинает тереться об тебя а потом уже и мурлычет то есть таким образом она просто рада рада с утра видеть тебя потому что она за ночь на скучалась и таким образом она просто радуется как мы вот ее гладим так и она начинает тереться об нас типа то что она же нас погладить не может и поэтому она трется также как и мы гладим ее так она глазит нас вот иногда она тоже так делает когда сильно радуется а бывает что вот я сижу и она ходит вокруг меня мяукает тогда я беру сужу на коленке и она начинает начинает мурлычет и перебирать лапками это она так радуется она просто любит сидеть на коленках и она вот если видеть что кто-то сидит она начинает ходить вокруг него и мурлычет ну мяукать проситься на руки как это возьмут тогда он уже все успокаивается и просто сидит сначала мурлычет потом успокаивается потом посидит немножко потом уходит вот кстати когда кот мурлычет это он радуется когда начинает перебирать с лапками значит это он вообще сильно радуется а в то время когда он распушает хвост значит он наоборот испугался а если шипит значит он отпугивает врага так что если кот на вас шипит бьет с лапой там царапается кусается лучше оставь себя в покое значит он сейчас не в настроении злой и все такое вот но это видно по состоянию кота когда он такой весь недовольный а может он наоборот ампайт на совсем совершенно оборот когда он вас бьет лапкой но при этом не царапает а так легонько играючи как бы кусает уже играючи на это видно как бы тоже по его состоянию но это до сих пор пока вы не вы его не замучаете своей игрой когда там начнете его сильно жестко как-то там ну или долго и вы будете мучить или играться с ним так или как-то так зажмете его что ему станет больно что тогда он начнет в ответ как бы царапаться кусаться но тоже надо играться но не заигрываться вот так же в тамбур вот у нас он просто подойдет к двери и мяукает или вообще к любой двери которая закрыта подойдет начинает мяукать это значит он хочет туда выйти так вот он показывает что ему надо выйти мы ему как-то показали что вот сюда можно зайти если он знает что за эту дверь можно зайти все он начинает возле него стоять и проситься пускаешь все погуляет успокоится возвращается бывает то что загулял кот начинает орать вообще значит ему надо к другому коту либо дать ему капельки тогда он успокоится вот а бывает такое что и непонятно чего он мяукает подходит мяукает и непонятно чего но такое редко бывает в основном он как-то обозначивает свои действия станет возле чего-то или на что-то смотрит или что-то делает и становится понятно а редко бывает что вот он просто ходит по всей хате и мяукает просто так и непонятно что что не так вот это единственный момент когда непонятно а так все остальное в принципе он себя как-то проявляет и видно что что ему надо так что мы просто следите за его поведением когда он мяукает обращайте внимание на то куда он смотрит как он себя ведет куда к чему подходит и вам будет проще понять что что он вам говорит но остальное все так понятно когда он там урлыкает или шипит это и и без того все понятно вот как то так на этом все всем покедова